Ребята, что я нашла? Это у нас серо-розовый мухомор. Съедобный. Видите? Красненькие пятнышки при его повреждении. И сейчас покажу второй. Такие крепкие. И вот растет второй. Ох! Ох! Вот это прям роскошные. Ну, явно, видите, отличие от пантерного мухомора. У того белая нога, у этого ножка в тон шляпки. И на срезе, конечно, она сейчас будет краснеть. Сейчас я вам это покажу. Любое повреждение у серо-розового мухомора, вот даже где его грызли черви. Оно уже винного цвета. Пластинки, если вы повредите, срез будет краснеть, давать винный оттенок. Ну, или красненький. Даже вот шляпки, когда шляпка прорастает, вот за что-то задевается там, за деревья при росте, тоже идут места повреждения красного цвета. Вот они, красненькие пятнышки на шапке. И растет он, как не вольво, а клубенечек такой. Ну, и, конечно, червих очень любят. Блин, Машка напугала. Вот в таком лесочке серо-розовые мухоморы. Обязательно им хвоя нужна. Вот они стоят. Причем растут кучно. Вон еще несколько штучек. Но состояние вы видите сами, какое у них. Червячки опережают. Они тоже любят погурманить. В принципе, даже пантерные мухоморы и то с червями, ребята. Поэтому забавный случай, когда если гриб не червивый, значит, он ядовитый, а червивый съедобный, это глупости. Ну, это же прямо рядом. С подосиновиками здесь я никогда не встречала серо-розовый мухомор. Обалдеть. Еще такая семейка хорошая. Нет, не особо хорошая. Ну-ка. Ну, тут вроде бы ничего так. Пластинки чистые. Ну, хорошенькие. Потому что все-таки сегодня у меня цель их приготовить и показать вам. Вот. Вот классический мухомор пантерный. Молоденький, свеженький экземпляр. Шляпка темно-коричневая, но она с возрастом может, конечно, стать светлее. Но он растет из вольвы. Нога белая. Хлопья крупные, белые, не как у серо-розового мухомора. Конечно, не зафиксированы, написано, случаи отравления мухомором пантерным. Но, знаете, что-то как-то не хочется быть этим первым случаем. Поэтому лучше четко разбираться, где пантерный, а где серо-розовый съедобный. Вот смотрите, друзья, нашла серо-розовый мухомор и нашла пантерный. Ну, давайте рассмотрим сначала их шляпки. У серо-розового, видите, у него хлопья небольшие. У этого хлопья у пантерного крупные, беленькие. И цвет, я не знаю, как можно спутать. Вот смотрите по ножкам, да? Пантерный, вот этот вот, он всегда будет белым, никогда не меняет свой цвет. А этот все-таки с красноватой ножкой, то есть в цвет своей шляпки. Так что, я не знаю, как серо-розовый мухомор перепутать с пантерным. И посмотрите, ножка на срезе всегда красная. Вот где ее черви повредили, винный оттенок дает. И на изломах тоже винный оттенок. Так что, перепутать эти два грибочка, я не знаю, нужно очень постараться. Мухомор серо-розовый обладает и лекарственными свойствами, но не относится к сильнодействующим лечебным грибам, как, скажем, веселка, мухомор красный, зимний опенок, фламмулина. В этом мухоморе, вот в серо-розовом, найден бетаин, витаминоподобное вещество. Бетаин в основном используется для улучшения функции печени и коррекции метаболизма. Но данных о точном количестве бетаина в этих грибах я не нашла. Думаю, что при таком малом количестве этих серо-розовых мухоморов нет смысла собирать именно из них этот бетаин, который свободно можно купить в аптеке. Поэтому относить их к лекарственным грибам и собирать в этих целях я бы не стала. Ну, смотрите, видите, пластинки повредила, они покраснели. Надо же, еще один серо-розовый мухомор, а вон груз какой, черный, но уже большой. Блин, ну что ж черви такие противные? Они съедают быстрей? Ну, ничего жара. Ну, вот еще ничего. Ну, уже видите, такой толщенький, раскрытый. О, какой маленький серо-розовый мухомор. Ну, как можно его перепутать с пантерным? Он дает винный цвет. Ой, ну весь червях. Да что же это такое? Ну, по крайней мере, увидела. Кстати, давно не встречала серо-розовых мухоморчиков. Все пытаюсь их попробовать. Ой, ну как-то черви меня опережают. Ой, ну надо же, сегодня вот серо-розовых мухоморов прям хорошо попадаются. Смотрите, даже не червивый. Ну, этот, наверное, уже быстро их червь съедает. Да, он даже пластинки поврежденные. Ага, весь червивый. Большой даже рассматривать не стоит. То есть искать вот такие вот крепеньких нужно. Ну, вот так у меня получилось такое количество серо-розового мухомора. Мало. Кастрюлечка-то вот все. И то здесь есть дырочки. Сейчас хочу залить соленым раствором, потому что ну не могу себе отказать, очень хочется их попробовать. Остальные, да, безбожно съели черви. Пришлось выкинуть. Порезала на сковородочку со сливочным маслом, без лука, без специй, потому что хочу почувствовать натуральный вкус этого грибочка. Почему без отваривания? Ну, потому что гриб съедобен, у него только название страшное, мухомор, а так, так же, как и поплавки. При отваривании просто убьете весь его вкус, ничего не поймете. Так просто посолю. но это, конечно, если вы стопудово уверены в своем сборе. Запаха никакого не чувствую. Ну, все, почти готовы. Знаете, запаха такого витающего грибного на кухне не чувствую, нету. Так чем-то каким-то приторно сладковатым, ну, как все мухоморчики. Ой, горячее еще. Ну, интересно, видите, пожарила до корочки, потому что очень люблю так. Ребята, я уже жую. Ну, что могу сказать, на вкус, как и все мухоморовые, как и все аммонитовые, вкус сладковатый. Мм, прикольно так. Но могу сказать, что не вот, фонтан гриб деликатес, за которым стоит там побегать, отбирать его у червей. Обычный, поплавки шафраны это вкуснее. Забавно. Так что еще в этом году одна моя мечта попробовать гриб ранний мной, неизведанный. Осуществилось. Прикольно. Нет, вкусненько. Стою, жую. Ну, все. Всем пока-пока. Буду доедать.